Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Армянская Республика Кавказа отказалась от Севского договора 27 ноября 1920 года без согласия Западной Армении. Президент Армении принял участие в концерте армянского филармонического оркестра, посвященного 115-летию Арама Хачатуряна. 50 лет назад, 29 ноября 1967 года, в Тетернак-Аберте был открыт мемориал жертвам геноцида против армян. Трамп настроен на работу, но надо найти точки соприкосновения, заявил Путин. В середине октября Турция получит зенитные ракетные комплексы С-400 и Глиб. Столкновения между армией и террористами продолжаются. Турция истребляет армянское и греческое наследие Кипра. Севский мирный договор и арбитражное решение президента США Бутра Уильсона по-прежнему остаются важным побудительным документом для многих армянских историков и политиков, экспертов и дипломатов. Они часто представлены в качестве серьезного юридического документа, на основании которого Западная Армения может претендовать на территориальные претензии к Турции. 27 ноября 1920 года Армянская республика Кавказа отказалась от сербского договора, поэтому никаких претензий на землю от Республики Армении нет. Правда, это было в условиях военной агрессии, но без согласия Западной Армении под руководством Погоса Нубара Паши. В конце 1920 года, когда турецкие кемалисты и русские большевики выполнили советский проект захвата Кавказа, последнее правительство Республики Армении Кавказ во главе с премьер-министром Симоном Врацианом отказалась от Севера. В самом начале переговоров Александрополя турки требуют от армян отказаться от Северского договора за счет Западной Армении. Ранее, 24 ноября, когда премьер-министром Республики Армения стал Симон Врациан, подписанная им программа правительства, государственная структура Армянской Республики Кавказа будет закреплена не за иллюзорным и опасным вдохновением иностранцев, а из реального потенциала Армянской Республики Кавказа. Наш девиз – искреннее примирение с Турцией, солидарность и мирное сосуществование со всеми ее соседями. Два года спустя, в 1922 году, Врациан с Горичу признался в своем докладе 29-й парламентской ассамблеи Соединенных Штатов Америки. Максимализм, особенно у тех, кто пришел из колонии, был главной причиной ведущей катастрофы Армении. Генассамблея, 9-я генассамблея АРФД, которая состояла в Сириване в 1919 году, сентябрь-октябрь, хотела восстановить работу национальной делегации Армении под патронатом по голосу Нубара Паши, но не учила силы АРФД, не осознавая или игнорируя силы вокруг Армении и не смогла адекватно оценить ни международную обстановку, ни отношения между общественными силами Армении. Президент Армении Армен Саркисян, находящийся с официальным визитом в Германии в знаменитом берлинском концертхаузе, присутствовал на концерте Национального филармонического оркестра Армении, посвященном 115-летию выдающегося армянского композитора Арама Хачатуряна. Как сообщили Арм.Инфо, в пресс-службе президента Республики Армении концертом руководил дирижер Эдуард Топчан. В апреле 1965 года был объявлен национальный конкурс на лучший проект. В заявлении говорилось, монумент должен воплотить жизнь творчества армянского народа, его выживание, его неисчерпаемую жизнеспособность, настоящее и светлое будущее, вечную жизнь, вечную память о миллионах мучеников великого геноцида против армянского народа. Мемориальный комплекс Цитернака-Берт состоит из трех основных структур. Вечный храм, мемориальная стена и мемориал возрождения Армении. Вечный храм состоит из 12 каменных плит, которые образуют круг. Число 12 выбрано на основе геометрических законов, но люди считают, что это столбцы, символизирующие 12 крупнейших штатов Западной Армении. С 24 апреля 1967 года тысячи людей посещают мемориальный комплекс Цитернака-Берт, чтобы воздать должное памяти жертв геноцида против армян, и их число растет с каждым годом. Президент США Дональд Трамп настроен на работу в целом позитивно. Надо найти точки соприкосновения, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в выступлении на форуме ВТБ «Капитала Россия зовет». Насколько я представляю, я чувствую, и он сам мне об этом говорил, мы в Париже вместе обедали, сидели друг напротив друга, в течение часа примерно разговаривали друг с другом и с другими коллегами, которые рядом сидели. В принципе, насколько я понимаю, президент Трамп настроен в целом позитивно. Надо найти эти точки соприкосновения. И это уже не от меня. От администрации зависит найти какой-то общий консенсус внутри самих Соединенных Штатов, который настроил здесь всю американскую элиту на такую работу со своими партнерами, отметил Путин. Президент России Владимир Путин рассказал в ходе форума ВТБ «Капитал Россия зовет» о том, что Россия и Турция успешно провели сделку по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400, отказавшись от расчета в американских долларах. «Я только что говорил с президентом Турции буквально полчаса назад. Мы обсуждали ряд конкретных вопросов, но я напомню о нашей сделке в области военно-технического сотрудничества по поставкам С-400. Мы понимаем, что если будем проводить расчеты в долларах, то они не пройдут. Так мы придумали другой вариант, и сделка все равно состоялась», подчеркнул российский лидер. Столкновение в Идлибе между регулярной армией и террористами все еще продолжается. Несмотря на мирные переговоры в Астане, сирийское правительство и вооруженные группы не прекратили военные операции в демилитаризованной зоне Идлиба. В ответ террористические члены группировки «Джеш Аль-Изза» заняли позиции сирийской армии недалеко от Мохра. Эти нападения привели к многочисленным взрывам, которые можно было услышать на юге вплоть до Хамы. В результате обе стороны столкнулись во второй половине дня. Кроме того, террористическая группа «ХАТ» Тахрир Аль-Шам напала на несколько позиций сирийской армии в Южном Аль-Кабире. Сирийская армия и вооруженные группировки обвиняли друг друга в подстрекательстве к насилию. Вооруженные группы подтвердили, что атаки в демилитаризованной зоне Идлиба направлены против сирийской армии. Сочинского соглашения явно нарушаются. По словам сирийской армии, террористы должны были покинуть зону демилитаризации Идлиба до 15 октября. Но, как мы видим, этого не сделали. Публикация, посвященная теме уничтожения христианских памятников на Северном Кипре, включая армянский храм Сурб-Маркар-Святой Макар, появилась на сайте базирующегося в Нью-Йорке мозгового центра The Gatstone Institute. В статье, в частности, отмечается, что с тех пор, как Северный Кипр находится под контролем Турции, на острове идет процесс поэтапного уничтожения христианского наследия, в том числе армянского. Особую обеспокоенность авторы выражают в связи с состоянием Церкви Святого Макара. Храм был основан коптами в IV веке. Позже перешел во владение к армянам и на протяжении нескольких сот лет считался священным для армян местом. Церковь поддерживала тесные отношения с первопрестольным ичмиацином. Позже, после перехода Северного Кипра под турецкий контроль, храм разграбили. Армянский монастырь Святого Макара полностью опустел. Храм в плачевном состоянии заброшен и превращается в руины, говорится в публикации. Также отмечается, что Турция совершила два крупных преступления против Кипра, разделив маленькое государство на две части и продолжая систематически уничтожать его культурное наследие. Много греческих православных церквей, армянских храмов, часовин, монастырей были разграблены. Многие просто уничтожены, еще часть превращена в мечети. В тексте также отмечается, что ЮНЕСКО умышленное уничтожение культурного наследия называет военным преступлением. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Берт Хайказун. Музыка. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова